все это был такой короткий пункт есть вопросы по установке библиотек понятно все да отлично хорошо сейчас такой немного небольшая немного философская тема но важная чем отличается простая модель от предсказания от сложной и вообще как можно вот сейчас мы увидим есть огромное количество модель для предсказаний как выбрать когда есть выбор всегда стоит вопрос кого выбрать и как выбрать давайте посмотрим итак на текущий момент мы раз нам изучили две модели линейная регрессия задач регрессии и логистическая регрессия для задач классификации отлично но это всего лишь маленькая часть того что существует существует большое количество моделей некоторые из них реализованы в оранж а некоторые даже не реализованы вот модели из оранж желтым то что мы изучили сегодня некоторые из этих моделей мы изучим следующий раз и так как вы видите задачи перед нами стоит более сложная есть много моделей и соответственно встает вопрос а как выбрать какую вообще модель бы вообще как вы считаете то что есть много модель вместо двух вместо одной это хорошо или плохо и почему то что для предсказания у нас есть выбор какой модель вы использовать это хорошо или плохо хорошо она считает хорошо хорошо я вижу что вы пишете хорошо отлично ну с одной стороны хорошо с другой стороны может быть не очень давайте посмотрим с одной стороны конечно хорошо разные задачи может быть разные модели подходят будет лучше в тех в той или иной ситуации то или иной задачи это хорошо чем больше выбора тем лучше но с другой стороны друзья это плохо потому что сложнее выбрать ту самую модель которой мы воспользуемся то есть это и хорошо и плохо ну тогда можно задать следующий вопрос есть много моделей давайте выберем самую лучшую и будем всегда пользоваться самой лучшей модели есть много мы будем пользоваться самый лучший почему не оказывается есть плохие новости друзья а не существует и не будет существовать самый лучший модель есть такая теорема в машинном обучении которая называется теорема об отсутствии бесплатных завтраков или обедов. No free lunch fury. Эта теорема об отсутствии бесплатных завтраков говорит следующую вещь. Не существует метода для предсказания, который самый лучший, который будет всегда для любых данных работать лучше всего. Если кто-то вам так скажет, можете с ним больше не рассказать. Соответственно, раз не существует самого лучшего метода, то всегда перед нами будет стоять выбор, каким методом воспользоваться. Нам нельзя будет избежать этого выбора. Ничего не поделать. Пока вам нечего выбирать, мы только две модели изучили. Одну для регрессии, одну для классификации. Но когда мы изучим дополнительные модели, и вы будете выбирать, какой именно воспользоваться, вы можете руководствоваться разными критериев. Например, вы можете сказать, я хочу выбрать самую быструю модель, у меня много данных, мне надо быстро принимать решения, я не хочу долго ждать, я выберу самую быструю модель. Можно? Конечно, можно. Вам важно время. В другой ситуации, возможно, вы скажете, я хочу выбрать ту модель, которую проще всего объяснить пациенту, клиенту, которую проще всего понять. Это тоже может быть важно. И может быть ситуация, что вы скажете, я хочу самую точную, самую гибкую модель. Модель, которая может быть очень сложной для понимания, но она даст не самое точное предсказание. Такое тоже может быть. То есть, когда вы будете выбирать модель для работы, вы можете руководствоваться разными критериями. Скоростью, простотой модели и гибкостью модели. Насколько модель сможет решать сложные задачи качественно. Итак, простые модели, давайте поговорим о них более подробно. Простые для понимания модели. Как правило, такие модели легче понять и объяснить начальнику, пациенту, коллеге. Вот вам пример, когда удобно пользоваться простыми моделями. Например, мы разрабатываем модель для предсказания дозы лекарств. И часто пациенты спрашивают у врачей, а почему вы не дали такую дозу? А почему вы не дали такое лекарство? Так вот, в данной ситуации часто врачи, медики предпочтут простую для понимания объяснение модель. Почему? Потому что можно будет результаты работы этой модели объяснить пациенту. Мы вам даем это лекарство, потому что у вас такое давление, потому что у вас такой возраст, такой пол и такие-то следственные факторы. В таком случае врач, возможно, предпочтет модель, которую просто понять и объяснить. В качестве примера линейная регрессия и логистическая регрессия достаточно простые модели. Есть намного более сложные модели для понимания. Следующий критерий гибкие модели. Гибкие модели, если у вас есть очень много достаточно данных, они, как правило, дают лучшие результаты в предсказании. Они более точны, как правило, и при условии, что у вас есть достаточно данных. То есть эти модели более точны. Когда вы можете захотеть использовать гибкую модель, более сложную для понимания? Ну, например, представьте, что вы пишете робота, который будет для вас играть на бирже, покупать акции, продавать, покупать, продавать. В такой ситуации вас совершенно не волнует, почему он принял свое решение. Пусть приносит прибыль, пусть максимизирует прибыль, а что он там принял, по какой причине, нам не важно. В такой ситуации нам подойдет гибкая модель, даже если мы не будем понимать, почему и как она работает. Пример. Нейронная сеть – это очень гибкая модель. Ее тяжело понять, почему и как она принимает решение, но она может выдавать достаточно хорошие результаты, если мы ее хорошо обучим. Теперь смотрите, друзья, у меня есть для вас плохие новости. Мы можем взять различные модели, которые существуют, некоторые из них, и расположить их на такой плоскости. По оси Y насколько легко модель понять, а по оси X насколько модель мощная, гибкая. И что мы тут видим, друзья? Вот они плохие новости. Мы видим, в принципе, обратную зависимость. Чем сильнее, чем гибче, сложнее модель, тем сложнее ее понять. Видите? Мы опускаемся вниз. Чем более сильную модель мы возьмем, тем более сложно потом понять, почему и как она работает, и сложнее будет объяснить ее результат. Было бы лучше, если бы в самой сложной модели и было легче всего понять. В самой гибкой модели и было легче всего понять. Но реальность такова, что это не так. Зависимость примерно обратная. Чем более сложную модель мы берем, тем сложнее ее будет понять. Соответственно, вам, когда вы будете работать с данными, когда вы будете их анализировать, будет стоять перед вами выбор, где вам остановиться, где вам копать, где вам искать. В этой области, а может быть в этой области, а может быть в этой области. Это будет зависеть уже от вас, от вашего опыта, от вашей задачи. Идеального ответа, который подойдет всегда, здесь нет. Если вы хотите знать, какую модель, результаты какой модели, легко понять, а какой сложно, нам опять же пригодится это чудо-табличка. Видите, здесь есть такой столбец Interpretable. Насколько легко понять результаты работы модели. Если тут стоит V, галочка, легко. Если тут стоит кружочек, так, посередке, чуть легко, средне. Если стоит X, то результаты работы модели, почему и как, понять очень сложно, практически невозможно. Как видите, я вас не обманул. Линейная регрессия, сейчас секундочку, линейная регрессия проста для понимания, логистическая регрессия проста для понимания, а, например, нейронная сеть, вот она, ее сложно понять. Так что вы можете пользоваться этой табличкой, очень хорошая табличка. Итак, выбор модели. Какую же модель вы будете выбирать? Выбор, подходящий для решения задачи модели, не всегда прост. Разные задачи требуют разных решений, универсального ответа нет. Иногда вы будете выбирать более простые для понимания модели, а иногда более мощные и более гибкие модели.